Аромат бескорыстной любви, объединивший весь мир в одну семью. Истина вечного послания, проявляющаяся в каждом действии и слове. Реализация себя в служении, которому он учил на примере неустанного самопожертвования. Сама жизнь Господа поистине является Его посланием. Сайран, мы рады предложить вам 19-ю серию нашего 30-серийного фильма «Послание Господа». В прошлой серии мы упоминали о том, как Сайбаба обеспечил чистой питьевой водой около 2 миллионов людей, населяющих 3 района в штате Андропрадеж. Благодаря чему прежние трудности стали для них лишь смутным воспоминанием. Сегодня мы продолжим эту тему и расскажем о снабжении питьевой водой большого количества людей, которое стало абсолютно беспрецедентным для всего мира. В частности, мы расскажем о двух проектах – снабжение питьевой водой из реки Годавари и обеспечение питьевой водой огромного города Чинная, ранее известного как Мадрас. Чинай, как мы сейчас его называем, раньше был маленькой рыбацкой деревней. В 17 веке корабли восточно-индийской британской компании прибыли сюда, и после переговоров британцам удалось получить здесь землю для строительства порта. Со временем, когда торговцы усилили свое влияние и превратились в колонистов, они построили здесь целый город, в котором главным сооружением стал порт Святого Георгия. По мере того, как Мадрас уверенно разрастался, начала расти также и проблема с питьевой водой, так как поблизости не было больших рек. Оставалось только надеяться на непостоянный северо-восточный муссон и запасать собранную дождевую воду в нескольких водохранилищах. В середине 20 века становится очевидным, что единственное надежное решение для Чинная – это каким-то образом провести в город воду из далекой реки Кришна. После долгих разговоров и попыток оттянуть время, в конце концов, между правительствами штата Андра Прадеж, в котором протекает река Кришна, и правительством штата Тамилнаду, столицей которой является Чиннай, было решено построить специальный канал для проведения воды в Чиннай. Ввиду заинтересованности штата Тамилнаду, значительная часть канала должна была связать хранилище Кандалеру с хранилищем Пунги в Близчинай. Большая часть канала, около 150 километров, должна была пролечь в Андра Прадеж, оставшиеся 25 километров – в Тамилнаду. Правительство штата Андры согласилось построить канал до границы штата Тамилнаду. Далее строительство канала должно было продолжить правительство Тамилнаду, чтобы вода из реки Кришна поступила в Пунди. На этом и договорились. Официальное объявление о проекте, сопровождаемое громкими словами и обещаниями, было сделано в 1984 году. И лишь спустя 12 лет проект был официально начат. Измученные жаждой жители Чиннай сказали, «Слава Богу, наконец-то нашим проблемам пришел конец». К сожалению, этого не произошло. Сначала воду провели через жизненно важный канал между Кандалеру и Пунди, через который предполагалось поставлять воду в Чиннай, и все же он едва ли достигал города. Предполагалось, что ежегодно Тамилнаду будет поставлять 12 миллиардов кубических футов воды. Один миллиард кубических футов составляет около 305 миллионов кубометров воды. Однако в течение пяти лет подряд в Пунди поступало гораздо меньше воды, около одной-двух условных единиц в год, а иногда меньше одной единицы, в то время как Чиннай рассчитывал получать 12. Вдобавок к этому, в эти пять лет северо-восточный Муссон также давал слишком мало воды. Неудивительно, что Чиннай переживал сильнейшую недостачу воды, которой никогда еще не бывало в этом многолюдном городе. Городские власти начали поставлять воду в разные уголки на грузовиках, но этого было недостаточно, поэтому частные поставщики развернули свой бизнес, превратив воду в коммерческий продукт, слишком дорогой для бедного населения. Нам разрешают брать всего по три кувшина воды на семью. Моя учеба страдает из-за того, что мне приходится тратить время на сбор воды. Мы очень страдаем из-за нехватки воды. Мы не можем нормально спать. Все страдают из-за недостатка воды. Мы не знаем, когда эта проблема будет решена. Я не знаю, что мне делать – идти на работу или брать воду. Иногда машина приходит в три часа ночи, поэтому мы не спим уже с двух часов ночи, а иногда она приезжает только к восьми утра. Еда, приготовленная на этой воде, вызывает боль в желудке и диарею, поэтому мы молимся с аэрами о дожде. Из-за проблем с водой обстановка на дорогах стала очень напряженной. Участились пробки и аварии. Возросло количество заболеваний, таких как единичные заболевания тифом, холеры, диарея. Вода загрязнена. Несколько недель назад ко мне пришел пациент с болью в груди. Знаете, что вызвало эту боль? Он вынужден был носить кувшины с водой в свою квартиру на третьем этаже. Во многих зданиях нет лифта. Он носил воду к себе домой. Для этого требуется большая сила. И он не спал полночи, потому что неизвестно, когда придет машина. И так у него появилась боль в груди. То есть проблема с водой может привести даже к сердечным приступам. В финансовом плане тоже большие трудности. Некоторые горожане из среднего класса тратят более тысячи рупий в месяц. Это социальная проблема, требующая фундаментального решения. Я и мой муж работаем также в домах для одиноких людей. В один такой дом воду привозят из деревни на машинах. Один раз мы обнаружили, что вся еда стала голубой, потому что вода из деревни была заражена нитратами. Вода с высокой концентрацией нитратов имеет токсичное воздействие на организм и провоцирует возникновение метгемоглобинемии. Вся их еда окрасилась голубой цвет. Я осталась в этом доме на всю ночь. К счастью, нам удалось перевезти пострадавших людей в ближайшие больницы. И все выжили. Все поправились. Но задумайтесь над этой проблемой. Зараженная вода. Давайте вернемся к каналу Кандалеру Пунди, который должен был решить все эти проблемы. На самом деле это был не канал, а длинная грязная канава. Его просто построили совсем не так, как надо было. Вскоре Свами, являясь воплощением сострадания, пришел на помощь жителям Чиная. В своей характерной манере он сделал сенсационное заявление о том, что скоро он проведет воду в Чиная. Никто из жителей Чиная даже не ждал такой помощи. Все это произошло 19 января 2002 года, когда Свами приехал в Бангалор, чтобы присутствовать на праздновании первой годовщины супергоспиталя в Бангалоре. Тогда, в разгар празднований, слова Свами оказались сюрпризом для всех. В этот благоприятный момент я объявляю о еще одном новом проекте. Мадра страдает от нехватки питьевой воды. Богатые люди могут купить питьевую воду из грузовиков и танкеров. Но как прикажете покупать воду бедным людям? Как им продолжать жить? В итоге они пьют дождевую воду из луж, разрушая свое здоровье. Поэтому, как бы это ни было сложно и рискованно, я решил доставить воду в Мадрас. Этот проект непременно ждет успех. В этом не должно быть никаких сомнений. Именно такую веру нужно развивать человеку сегодня. Практически сразу после этого исторического выступления с Вами дал указание Шри-Саття-Сай Центру Трасту приступать к работам по восстановлению существующего канала с использованием новейших строительных технологий. Все работы были завершены в течение одного года, и вода из реки Кришна наконец потекла к Чинай в день рождения с Вами в 2004 году. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Поэтому, как бы это ни было сложно и рискованно, я решил доставить воду в Мадрас. Этот проект непременно ждет успех. Наконец, после долгих лет ожидания, жители Чинай получили самый долгожданный подарок. Уличные колонки работают благодаря подземной водопроводной системе. Многие годы бедные люди, живущие в трущобах, находились в тяжелейших условиях. Благодаря Багавану этот кошмар наконец закончился. Благодаря бесконечной милости Свами и с Его благословения, Чинай и ближайшие районы получают воду с помощью водного проекта «Сатья Саеганга». В результате этого количество заболеваний, передающихся через воду, значительно снизилось. Мы отмечаем, что все меньше людей страдают от болезней, передающихся через воду. Это действительно благословение для всех нас. Благодаря личной заинтересованности Бабы и его благословениям, Мадрас смог получить воду. С помощью проекта «Саеганга» с Вами погрузил нас всех в «Премагангу». Я приехал сюда впервые. Благодаря милости Саебабы у жителей Чинная теперь есть вода. Поэтому я благодарю Саебабу не сотни, а тысячи раз. Когда мы страдали из-за нехватки питьевой воды, Багаван пришел нам на помощь и создал проект «Саеганга». Я преклоняюсь перед Бабой тысячи и тысячи раз. Никогда не нуждаясь в отдыхе, с Вами начинают еще один проект по обеспечению питьевой водой. На этот раз предстояло задействовать огромную реку Годавари. Веками эта река несла свои воды в Бенгайский залив. Годавари всегда была полноводной рекой. Тем не менее, люди, живущие в близлежащих поселках, в основном это племена, нуждаются в питьевой воде. С Вами проявил большой интерес к их проблемам. И в конце концов, пришел к ним на помощь. Сейчас мы начинаем проект стоимостью 60 крор для снабжения чистой питьевой водой населения восточного и западного районов Годавари. Человек может выжить без еды, но невозможно выжить без воды. Поэтому вода является первой необходимостью. Эти люди живут на берегах Годавари и все же страдают от нехватки питьевой воды. Точно так же, несмотря на то, что все необходимое рядом, человек не может извлечь из этого пользу. Человеку нужно приложить определенные усилия. И снова Шри Саття Сай Центр Траст взялся за новый проект. На этот раз предстояло провести воду в 550 деревень, расположенных на восточном и западном берегах Годавари, вплоть до самого океана. Теоретически задача была простая. Провести воду от реки, очистить ее и затем распределить по деревням. Однако осуществить эту идею на практике оказалось далеко непросто, потому что большая часть территории покрыта густыми лесами. В связи с этим проект по обеспечению воды из реки Годавари должен был быть совершенно другим, чем предыдущие. Как и во всех проектах с вами, работа пошла быстро. Субтитры создавал DimaTorzok К 80-летию с вами в ноябре 2005 года проект был осуществлен на 80%. И символично, что чистая питьевая вода была доставлена в деревню вскоре после дня рождения с вами. Субтитры создавал DimaTorzok С этого момента проект по обеспечению районов реки Годавари был завершен и, как всегда, в срок. Знаете, что сделала одна деревенская женщина, когда узнала, что с вами собирается провести воду в деревне? Она выделила один акр своей земли для проекта. Раньше мы далеко ходили за водой. Теперь мы ходим только, чтобы постирать одежду. Питьевую воду теперь мы берем прямо у порога. Это то, что называется иметь большое сердце. Именно так нужно делиться друг с другом и заботиться друг о друге. С вами дал нам такую хорошую воду. Он дал нам комфорт и заботу. Разве мы можем отблагодарить с вами? А сейчас мы в другой деревне. Так эта женщина проявила свою благодарность с вами. Между прочим, немного позднее, а именно в июне 2009 года, группа из этих деревень приехала в Прошандине-Лаян, чтобы выразить свою благодарность, петь и танцевать для с вами. Помните ту женщину, которая пела песню благодарности? ПЕСНЯ 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 Теперь она получает цепочку от свами. Он никогда ничего не забывает. А теперь нам хотелось бы немного обсудить проблему взаимодействия человека, Бога и воды. ПЕСНЯ Итак, три четверти всей площади нашей планеты заняты водой. Тем не менее, 97% этой воды составляет соленая вода в океанах и морях, и только 3% воды на Земле является пресной. ПЕСНЯ Эти 3% пресной воды распределены следующим образом. Три четверти пресной воды приходится на ледники. ПЕСНЯ Из оставшегося количества часть составляет порыв в атмосфере, а именно 0,36%. Вода в реках и озерах также составляет небольшую часть, около 0,34%. Остальная вода находится под землей и составляет 23% от 3% всей пресной воды на планете. ПЕСНЯ Наталья вода на земле постоянно совершает свой круговорот. Ее путь начинается в океане через испарение. Затем собираются облака и идет дождь. В горах и северных территориях осадки выпадают в виде снега. Снег тает и образуются ручьи и реки. В конце концов, реки сливаются с океаном, завершая цикл. Количество пресной воды, которую может добыть и использовать человек, вполне определенное. По некоторым данным, сто лет назад люди могли добыть столько же воды, сколько добывают сейчас. И через сто лет люди смогут получать столько же воды, сколько получают сейчас. Это является основной причиной для беспокойства, потому что население планеты постоянно растет, в то время как количество пресной воды остается тем же. Тем временем, потребление воды все больше возрастает. Много лет назад вода была нужна только для питья, домашних дел и сельского хозяйства. Сегодня вода используется в больших количествах промышленности. Общественные заведения, такие как отели, аэропорты, железнодорожные вокзалы, также потребляют много воды. Люди, имеющие доступ к воде, относятся к этому как к само собой разумеющемуся и не задумываются о ценности воды. Кстати, когда мы получаем воду, часто она используется не по назначению, только часть из нее используется. Каков же урок мы можем извлечь из водных проектов с вами? На самом деле их много. Во-первых, вода является жизненно необходимой, поэтому каждый человек должен не только бережно обращаться с водой, но также людям необходимо делиться водой друг с другом. Недопустимо, чтобы одни люди заявляли свои права на воду и вели роскошную жизнь, в то время как другие страдают из-за нехватки питьевой воды. Во-вторых, растрачивать воду преступно. В-третьих, людям следует быть достаточно скромными и почтительными, чтобы осознать, что сострадательный Господь сделал воду всеобщим достоянием. Разве это не делает нас Его должниками? Действительно, и единственный способ отдать этот долг – это делать все возможное, чтобы убедить проблемы с водой у тех людей, которые оказались не так удачливы, как мы. К счастью, с вами сам показал нам путь. Например, он отправляет грузовики с водой в деревни, которые не подключены к водопроводной системе Анантапур. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То только когда мы сможем видеть Бога в воздухе, в воде и пище – трех основных элементов, необходимых для жизни, только тогда мы прекратим загрязнять воздух и воду и отравлять еду вредными добавками. Каждый человек – это форма Бога. И так как общество является макроформой человека, значит, оно также является макроформой Бога. Необходимо еще раз подчеркнуть, что с вами провел в жизнь много проектов по обеспечению водой нуждающихся. С вами говорит нам – не думайте, что только правительство может делать эту работу. Конечно, это обязанности и компетенция правительства – проводить такие проекты. Но если оно этого не делает, неужели нам нужно смириться? Нет, потому что если наши близкие страдают, мы тоже страдаем, ведь Бог в каждом из нас. С вами говорит, что нам не обязательно делать много проектов, но мы должны быть сострадательными и вносить свой посильный вклад. Этим посланием мы завершаем эту серию. И ждем вас к просмотру новой серии завтра. Спасибо, Джей Сайрам.